Это подкаст Сергенты До 30% Какие условия комфортно этому грибу Шейковая гниль хорошо разбивается При температурном режиме В районе 15-20 градусов Цельсия И конечно повышенной влажности воздуха Рост патогена замедляется При 3 градусах, но в складе даже при нуле Патоген медленно в течение Несколько месяцев может портить лук Поэтому очень важно положить в склад Здоровую продукцию Иначе о реализации в весенний период Когда это наиболее выгодно Ну можно и не думать Как это выглядит в поле К сожалению в полевых условиях Болезнь никак не проявляет себя Но по истечению примерно 8-10 недель При хранении пораженные луковицы Начинают покрываться снаружи Серым пушистым налетом Появляется склероция гриба Это такие маленькие черные комочки С плотной структурой Это стадия покоя гриба Именно с помощью нее он переживает Все неблагоприятные условия Если луковицу разрезать То можно наблюдать размягчение чешуек Вокруг шейки луковицы В этом месте ткань такая серо-коричневая И резкий запах как при бактериозе Он отсутствует Как контролировать Как снизить потери лука При хранении от шейковой гнили Контроль шейковой гнили Это не просто финальная обработка фунгицидом В момент начала полегания ботвы Это целая система защиты лука В течение вегетации Шейковый гниль Это прежде всего раневой патоген Поэтому первое Контроль насекомых вредителей Особенно табачного трипса Перо лука остается целым И ворота для вторичных инфекций закрыты Параллельно с этим Фунгицидная система защиты Работает исправно За счет того, что Вегетативная масса целая И обменные процессы Не замедляются Идут своим чередом В итоге Защищая лук от переноспороза Альтернариоза В течение всего сезона Растение подходит к моменту уборки Абсолютно здоровое И только когда все эти условия Выполнены Логическим завершением будет Использование Целенаправленных препаратов Которые действуют Именно на шейковую гниль Нашим решением в данной ситуации Это фунгицид миравис В момент начала полегания Вегетативной массы Примерно 10% от общего объема Миравис в дозировке 1 литр на гектар С хорошим расходом рабочей жидкости Если перо лука в пыли То лучше всего добавить адюванты Необходимо, чтобы препарат Проник в самые труднодоступные места Особенно в область шейки За счет своих свойств Препарат надолго задерживается Внутри растения И не дает шейковой гнили Атаковать наше растение Нашим решением является препарат миравис Если четко придерживаться Всей этой стратегии О которой я рассказал ранее То можно получить Качественный здоровый лук Который пойдет в хранение И уже в весенний период Он будет надлежащего качества И легко уйдет по выгодной цене Дорогие друзья С вами был Сергей Кумов Технический эксперт по овощным культурам Сегодня мы поговорили О наиболее вредоносном патогене Из грибной природы Это шейковая гниль Самое главное Озвучили Как можно снизить потери лука При хранении Всем удачи в новом сезоне До новых встреч Это подкаст Сергенты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok